Всем привет, с вами Прия. Припатч настал, наконец-то. Порча пропала, эссенции остались, азериточки остались, новые таланты появились, способности обновились, поменялись некоторые приоритеты характеристик. И вот именно об этом мы сегодня поговорим. Поговорим о том, как на всем этом приоритете характеристик немножко выиграть дэмэджи. Ну как немножко, процентов 20. А это уже в принципе число довольно-таки весомое. Сегодня, зайдя в игру, первым делом, ну конечно же продал эсериточки с целью получения голды, а как иначе, нужно же еще и сумки было освободить. И начал раскидывать таланты. Раскидал в принципе как все было раньше, то есть всеобщее служение, нечестивый натиск, жнец душ взял. А потом подумал, может быть засимиться, может быть проанализировать своего персонажа, прогнать через сайт рейд ботс. Ну и был приятно удивлен. Вместо 3300 дэмэджа получилось 3700 дэмэджа. Но решил на этом не останавливаться. Думаю, нужно продолжить еще. Скажем так, скорость она в виде стата, конечно, полезна, но ее актуальность немножко упала за счет того, что искусность для анхоли дэка теперь дает увеличение урона от прислужников. Это реально круто. И теперь искусность. Это топ-1 стат. Вот так вот. Пришлось поменять ринкеты на пвпшные, что удивительно. И сегодня просто-напросто продемонстрирую, как выиграть немножечко дэмэджа и получить некоторые преимущества. Что нам, собственно, для начала нужно? Такая небольшая подготовка. Нам нужно скачать модификацию Simulation Craft. Сейчас я найду ее с целью того, чтобы точно показать вам название. Вот она. Simulation Craft. Далее. Второй этап. Сразу вытяну чатик. Мы вводим самую простейшую команду в чат. Simc. С палочкой косой. Со слэшем. Копируем абсолютно все то, что у нас появится. Скопировали текст. И несемся быстрее в окно браузера. Открываем сайт RaidBots. И в текущий момент будем им пользоваться. После открытия сайта RaidBots мы переходим во вкладку Top Gear. Find the top gear combinations from your bags. То есть мы просто-напросто смотрим абсолютно все какие-либо комбинации наших вещичек, которые находятся у нас в сумке. Но если, например, это сделать с открытым банком, то еще будут учитываться вещи из банка. Вот так вот. Лайфхак. Тут же у нас все наши шмоточки в мини-иконках. Таланты и эссенции. Мы можем прокликать азериточки. То есть, например, у нас имеется выбор между сердцем тьмы и гнение сила. Мы просто так вот кликаем и, нажав зеленую кнопку, произведется итерация и нам покажется, что, собственно, лучше, а что, собственно, хуже. Но, спойлер, сердце тьмы лучше. Далее перед нами представлены абсолютно все те вещицы, которые находятся у нас в сумках. Различные наручи по ноже. Также написано, имеется ли в них сокет или нет. Также по иконке можно определить, какой сокет. Ну и при наведении тоже, в принципе, покажется. Колечки указаны, чанты на них. Тринкеты различные. Пушечки. Как вариант, играя на ДК, можно просто-напросто глянуть все абсолютно руны. Прогнать их и глянуть, какая лучше будет. Но, по-моему, руна Павшего Рыцаря, она будет получше, чем остальные. Но, как говорится, время покажет. Перед нами еще показаны чарки из Shadowlands. Но, пока что кликать их абсолютно ни к чему. Также чарочки на колечки и сокеты. Эссенции, конечно же, показаны. То есть, мы можем прокликать и все абсолютно выбрать. И таланты наши. Все. То есть, с интерфейсом мы, как говорится, ознакомились. Также важный момент. С целью того, чтобы, например, отобразить абсолютно все чарки. Какие только имеются на текущий момент актуальные. Нам нужно нажать вот эту вот галочку. Show All Enchantments. И, собственно, нам покажутся все наши чанты, которые имеются в игре. На 9 статов, на 6, на 4, на 12, на 16 уже новые, по-моему, из Shadowlands. Камушки старые, собственно, текущие, актуальные, текущие, эпические. И из Shadowlands тоже камушки. Так, что еще можно показать интересненького? Если мы выбираем какие-нибудь шмоточки, ну, например, колечко, окей. И нажмем Replace, Gems and Enchants, то просто-напросто произойдет замена гемов и энчантов. При условии, если мы накликали их в количестве двух и более, например. С этого, конечно, повысится количество итераций. У них имеется ограничение. Это 300 тысяч. Вот. Ну, то есть, действуем просто-напросто аккуратно и по чуть-чуть. Что я сделаю просто в текущий момент? В текущий момент, ну, еще до записи видосика, я решил потестить касательно этого таланта. Будет ли он лучше, чем зараженные когти? Ну, знаете, так, ради интереса. Мол, типа, почему бы и нет? А надо бы еще подчекать и центральный талант. Может быть, с ростом мастери он даже еще лучше будет. Первая, собственно, ссылка. Первый репорт. Первый отчет касательно дэмэджа. Это тот, который я делал на стриме. То есть, 3300 это изначальный дэмэдж. И 3700 это уже с измененными цифрами. С измененными талантами. Далее, тут произошла замена камней. То есть, финальный дэмэдж это 4024. Ну, а тут... Ух ты, как выросло. Плюс 313. Просто за счет замены одного таланта. Вдумайтесь. 7.8% за счет замены одного, одного единственного таланта. Четко? Четко. Реально круто. Так что, дерзайте. Что нужно сделать еще раз? Simulation Craft скачиваем. Команду в чат пишем. Загружаем во вкладку Top Gear персонажа. Ну и все. Работаем потихонечку. Обрабатываем всю полученную информацию. Если будут вопросы, само собой. Можете задать их в комментариях. Постараюсь на все ответить. Берегите ноги. Мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.